Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Как работает первый стационарный комплекс фото-видео фиксации и контроля пропуска пешеходов? Какие еще системы уже эффективно функционируют и помогают бороться с нарушителями? Стоит ли ждать петербургским водителям камер, которые фиксируют непристегнутый ремень безопасности? И какие меры повысят темпы дорожного строительства? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы стараемся ответить максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к нашему корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Настя, и у меня есть вопрос. Что делать, если в аэропорту задерживают вылет? Подобная внештатная ситуация в отпуске может легко выбить из колеи любого. Чтобы этого избежать, мы вам сейчас подробно расскажем, что обязана сделать авиакомпания, если вылет будет не вовремя. Во-первых, если перевозчик изменил расписание, он должен предупредить пассажиров либо СМС-сообщением, либо по почте. В случае задержки рейса авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет, а также обязана организовать хранение багажа. Если вылет откладывается больше, чем на 2 часа, то вам должны предоставить прохладительные напитки, а также у вас есть право бесплатно сделать 2 телефонных звонка или отправить сообщение по электронной почте. Если задержка более 4 часов, то вас должны обеспечить горячим питанием. Каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью. Если ситуация совсем сложная и задержка составляет более 8 часов днем или более 6 часов ночью, то вас должны разместить в гостинице и доставить туда от аэропорта, а затем обратно. Знание этих правил поможет вам сохранить нервы и не испортить себе настроение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Студентам станет проще сориентироваться и выбрать место для прохождения практики. Для этого сейчас поэтапно запускается новый сервис на портале Работа России. В Минтруда рассказали, что он представляет собой единую базу. В ней объединяются предложения о стажировке со всей страны. Ряд учебных заведений уже подключились к сервису с его помощью образовательной организации. И сами студенты смогут не только выбрать компанию, в которой будут практиковаться, но и заключить с ней договор в электронном виде. А также оформить все необходимые документы. От индивидуального задания до отчета по подготовке. При этом много времени на этот процесс тратить не придется. Достаточно зайти на портал Работа России через аккаунт Гусуслуг и перейти в раздел «Мое образование». Там учащийся и сможет выбрать самое интересное для него предложение от работодателя. Почти 10 миллионов молодых россиян оформили Пушкинскую карту. И таким образом открыли для себя по-настоящему огромный спектр возможностей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Пушкинская карта, внедренная по поручению президента, позволяет молодежи активно посещать музеи, выставки, концерты и другие мероприятия. Что было бы невозможно без участия в этой программе. С момента запуска Пушкинской карты, по данным Минкульта, к программе присоединилось больше 10,5 тысяч организаций культуры, в том числе около 4 тысяч кинотеатров и 1 тысяча музеев. Темпы дорожного строительства в России уже в ближайшее время будут значительно повышены. Правительство приняло решение возобновить механизм предоставления льготных кредитов организациям, которые занимаются ремонтом и прокладкой дорог. Ставка при этом будет снижена до 3%. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Решение поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов и поддержать подрядчиков, которые работают в сфере дорожного хозяйства. Льготные кредиты будут выдавать на досрочное исполнение контрактов, связанных со строительством дорог федерального, регионального, муниципального и местного значения. Наш эфир продолжается и прямо сейчас поговорим о развитии городской системы фиксации ПДД. В Петербурге уже начали фиксировать автомобили, пока, конечно, в тестовом режиме, не уступившие дорогу пешеходам. Первый комплекс установили на проспекте Культуры. Как он работает? Стоит ли ждать петербургским водителям камер, которые фиксируют, например, непристегнутый ремень безопасности? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Романом Борисенко, директором государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр». Добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости и нашли время для беседы. Добрый день, Леонид. Давайте начнем с базового вопроса. Вот спустя какое-то время вашей деятельности стало в городе безопасней или нет? Однозначно стало. Даже приведу статистику. Если сравнивать по годам, если 2021 с 2022 годом сравнивать, то смертей на дорогах на 34% стало меньше, чем было это в 2021 году. А что касается дорожно-транспортных происшествий, то на 26% их стало меньше. Как следствие, да, это как раз работа системы фото-видеофиксации. А фото-видеофиксация и вся эта система, когда она вообще впервые появилась в Петербурге? Вот статистика, это прекрасно, то, что и количество летальных случаев уменьшилось, и в принципе самих по себе нарушений и аварий. Когда это все началось? Когда мы повесили там первый условно радар, скажем так? Все началось у нас с постановления правительства Санкт-Петербурга в 2008 году о плане мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. И первый комплекс мы установили в 2011 году, их было 5, на 5 рубежах, они были установлены на кольцевой дороге. Кроме, это стационарные комплексы. Кроме стационарных комплексов есть еще передвижные, их устанавливают на аварийно-опахственных участках, которые предоставляет нам ГИБДД. Ну это так называемые треноги, да, как в народе они называются. Их было 22 штуки на 2011 год. И то есть вот сегодня постепенно мы пришли к тому, что у нас в городе есть разного направления камеры, фоторадары, средства фотофиксации и плюс самые же эти треноги. Правильно я понимаю, что вот сейчас автомобиль белый с зеленой полосой, у него радар, это вот все то же самое, чтобы раньше... Это как раз комплексы треноги, да, комплексные передвижные, которые раз в месяц в зависимости от аварийных участков, да, устанавливаются по городу. Сейчас их 44 автомобиля, таких по городу ездит. То есть на всякий случай, можно еще раз уточню, как водитель, мне даже интересно разобраться, как это работает. Допустим, проходит месяц, ГИБДД присылает вам статистику, где, например, были больше всего по нарушениям за этот месяц? Они нам присылают даже больше, скажу, адреса, да, они сами анализируют, где необходимо установить, и мы устанавливаем. Потому что это функция непосредственно сотрудников и инспекторов ГИБДД. То есть можно сказать, это такая оперативная реакция на то, как люди ездят свободнее, потому что у меня по пути следования домой и на работу, и по пути домой неожиданно стали появляться эти комплексы, а потом пропадают. Я замечаю, что камер нет, а люди уже ездят спокойнее. Это однозначно, да, мы вот посмотрели, отслеживаем, как ведут себя водители на дорогах, более ответственно они относятся и более аккуратно ездят. Больше того, я приду пример, да, еще года три назад мои друзья с Москвы приезжали сюда погонять, как они говорят. Потому что в Москве, да, уже давным-давно большое количество комплексов фото- и видеофиксации установлено, а у нас только лет пять назад мы такой большой скачок сделали в развитии. То есть они чувствовали себя свободнее у нас здесь по камерам? Да, было очень по кайфу, извиняюсь за выражение, да, покататься по нашим набережным. Сейчас такую возможность мы им не предоставим. Но это опять же, возвращаясь к вопросу безопасности, камер больше уже, даже если ехал погонять, ну, будь добр, вот в рамках знаков можешь погонять. А какие правонарушения и нарушения ПДД фиксируют сегодня комплексы? На что они направлены? Ну, основная масса нарушений сейчас это скоростной режим, порядка 92 процентов у нас постановления выносятся именно по этому пункту КОАПа. Кроме этого у нас красный свет, это выделенная полоса, это пересечение стоп-линии на запрещенный сигнал светофора, это нарушение разметки и нарушение знаков указанных, да, движение по обочине, движение по полосе для общественного транспорта. Ну, то есть все базовые вещи, которые, вот, в принципе, каждый день сталкиваешься с ними, вот все это контролируется. Да. И плюс сейчас еще, ну, это мы чуть позже обсудим, на проспекте культуры, как раз так, как я говорил, еще одно нововведение. Но прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова, который своими глазами увидел установку, можно сказать, закладку нового комплекса фото-видео фиксации на Невском проспекте. Давайте посмотрим и обсудим. Невский проспект – главная транспортная артерия исторического центра Санкт-Петербурга. Много людей, много машин. Обеспечить безопасность дорожного движения здесь – это очень важно. Теперь сделать это будет еще проще, ведь здесь появится уникальный комплекс фото-видео фиксации нарушений. Уникальный комплекс видеонаблюдения, которые предполагают собой, с одной стороны, фиксацию нарушений правил дорожного движения, с другой стороны, они войдут в комплекс «Безопасный город». То есть вся информация, которая будет на них записываться, будет анализироваться и передаваться к службе 112. Сейчас идет самый трудоемкий этап работ – демонтаж плит с последующей укладкой кабель-каналов. Сами камеры будут находиться на опорах, там, где светофор. И фиксировать будут 12 видов нарушений. Проезд за стоп-линию, переезд на красный, поворот нижней полосы – нарушителям придется не сладко. Здесь нет нигде проводов. То есть все провода будут закопаны под землей. И здесь же будет использовано достаточно уникальное решение. Все активное оборудование будет спрятано под землей в специальных шкафах. Всего на участке от Большой Конюшиной до Площади Восстания установят семь таких комплексов. Окончание работ – 30 октября. Но ездить аккуратно нужно уже сегодня. Можно ли сказать, что это вот то будущая камера, которая нас всех ждет в самом центре города? В историческом центре будет только камера на столбе и все. Никакого сервера, никаких коробов. Так дальше и будет везде? Ну, мы сейчас протестируем, как это будет на Невском проспекте. Это все-таки наша главная артерия городская. Исторический центр. Конечно, здесь мы вот такое решение продумывали, чтобы максимально не было нарушено исторический облик Невского проспекта. Поэтому, как уже сказали в эфире, придумали некие шкафы, которые будут размещаться под землей, а не на столбах, как это было ранее. Это уникальная технология, которая впервые реализуется в Санкт-Петербурге. Нигде в других городах она пока еще не была опробована. Но я уверен, что из-за этого будущего, как Леонид сказал. Думаю, что да. Тогда у меня еще одна добавка к тому, что мы обсудили. 12 различных нарушений. Это же очень универсальное и потрясающее средство. Едут автомобили, кто-то переехал полосу, кто-то скорость. И сразу всех мы зафиксировали данные имеются. Конечно, да. Однозначно этот комплекс фиксирует все нарушения на перекрестке. Тогда давайте с вами обсудим очень часто обсуждаемую и в интернете, и у людей просто в городе можно услышать, как обсуждать тему. Фотофиксация ремня безопасности. Для тех зрителей, которые не водят автомобили, расскажу. Есть очень частая ситуация, когда автомобилист не хочет пристегнуться. У него есть небольшая заглушка для ремня безопасности. И так называемые Wi-Fi ремни, которые человека не защищают. Но вроде бы машина не пиликает. И в целом можно ездить, не пристегиваясь. Но камеры у нас скоро могут появиться такие, правильно? Такие камеры уже есть. Их порядка 50 в городе. Потому что одна камера может фиксировать несколько нарушений. До 12. Таких камер у нас 50. Просто этот функционал мы не включали, пока не протестируем и не опробуем. Для того, чтобы не было ложных срабатываний. И не было большого количества жалоб, в том числе и в ГИБДД. То есть возможность была уже давно? Грубо говоря, технических ключей? Техническая возможность такая есть на ряде камер. Она была предусмотрена технической документацией. Но любое нововведение, которое, как мы, наверное, чуть позже проговорим по поводу пешеходного перехода, он должен пройти опробирование и тестирование. Все сразу, наверное, нецелесообразно. Все включать и все опробовать, это достаточно тяжело. Поэтому мы поэтапно вводим тот функционал этих камер, который мы там запланировали в соответствии с нашими планами. Вот таким образом. То есть примерно такая же ситуация, как и с камерами, которые фиксировали вылезть автомобиля на перекрестку. Так называемая в народе вафельница. То же самое. Сначала протестировали камеры, а потом начали запускать. Убедились, что она фиксирует правильно, что нет сбоев, что минимальное количество ошибок. После этого мы запускаем уже, вводим эксплуатацию. На всякий случай для себя еще раз отдельно подчеркну, потому что, может быть, неправильно понимаю. Смотрите, настройка это же не просто направить в нужную сторону камеру, чтобы она снимала. Грубо говоря, вот возьмем даже, в пример, камеру перекрестка. Автомобиль может выехать под секцию на перекресток, у него разрешено. И нужно систему обучить, что светофор работает в таком алгоритме. На такое-то время, чтобы адаптивно реагировать. То есть это же прям очень долгая работа. Да, да. Это пусконаладка. Более того, съемка, допустим, поворота или, как мы говорили про пешеходный переход. Там не одна камера, а две. Одна снимает видеоролик, вторая снимает, фотографирует для постановления. То есть для того, чтобы в случае обжалования были все материалы, все доказательства о том, что автолюбитель нарушил то или иное правило. Дорожное движение. Давайте тогда перейдем прям к нововведению. К тому, что сейчас в интернете активно обсуждается. И нам очень интересно, это камера, которая фиксирует, пропустил водитель пешехода или нет. Сейчас идет тестовый пилот. Просто изучаем, как работает, налаживаем. Или уже умеет камера и система оценивать? Камера уже умеет, но мы пока не выносим постановления. Мы, скорее всего, будем тестировать это до конца года. Еще проверять, насколько эта камера работает без сбоев. Но это не одна камера. Мы уже вторую установили в тоннеле на улице Киевская, 76. То есть у нас две камеры, которые мы на сегодняшний момент тестируем. До конца года, если он покажет свою эффективность и те материалы, которые с них выносятся, будет объективно достаточно для того, чтобы привлекать. Мы в следующем году запустим это повсеместно. На нерегулируемых перекрестках, конечно, в первую очередь. Там, где и светофор, в целом сложно. Там уже проезд на красный и все остальное. Тогда, наверное, выражу крик души многих автомобилистов. А сейчас, пока тестируете, штрафы-то приходить будут или нет? Нет, пока нет. Пока тестируем, нет. А потом уже, дальше это все, когда получим результаты, если они будут полностью положительные, это уже пойдет по весь город. Да, мы запустим. На весь город запустим, да. И уже будет, естественно, фиксироваться и приходить штраф. Тогда еще одна нотка крика где-то из интернета. Зачем нам это все? Я же езжу нормально, я же особо не превышаю. Ну да, там, может быть, где-то 85 поехал и все. Зачем нам столько камер в городе не продохнуть? Зачем? Я бы не сказал, что не продохнуть. Вот, еще раз, да, приведу пример Москвы. Вот там не продохнуть. Каждый светофор. На каждом. Каждый светофор. И, вы знаете, еще лет, наверное, 10 назад, приезжая в Москву, уезжая отсюда, видя, как здесь гоняют и друг друга подрезают, и приезжая в Москву, как там дисциплинирован народ, и как на самом деле удобно ездить, поворачивать. Ну, это небо и земля. То же самое будет у нас, я думаю, что в ближайшее. То есть, грубо говоря, все познается в сравнении. Мы сейчас просто ездим, камеры, камеры, а приехать в город, где их нет, ты удивишься тому, что, оказывается, правила дорожного движения свои совершенно. Да, Лен, ты же пойми, ты вот проехал 80, тогда вот подрезал, где-то кого-то обогнал. Тебе-то хорошо, да, тому человеку, которого ты обогнал. Ну, то есть, ему не очень, да. А он добропорядочный, аккуратный водитель. Особенно новички или женщины, да, они вообще пугаются за рулем, когда их кто-то на большой скорости обогнал. Ну, это повод для, наверное, какого-то происшествия. Ну, и ближе тогда к концу нашей беседы предлагаю посмотреть опрос петербуржцев, которых мы спросили на улицах нашего города о том, а какие еще комплексы фотофиксации можно поставить в нашем городе, чтобы было безопаснее. Давайте посмотрим и обсудим. Наверное, все камеры и для дорожного движения смотреть, что правила не нарушали, и в подъездах, и в людных местах. Будет отпугивать от совершения преступлений, различных правонарушений. Я думаю, все, в том числе и ремень безопасности. Потому что люди не должны нарушать закон, я считаю. Тем более, это безопасность не только твоя, но и других людей. Даже если будет больше камер, все равно люди как-нибудь выкрутятся, будут все равно дальше хитрить, как бы это никакой роли не сыграет, мне кажется. Я считаю, что искусственным интеллектом, который смог детектировать по лицу и все запоминать, я думаю, это главный признак. Необходимо увеличение количества камер в Петербурге. То есть, можно сказать, даже на примере Южной Кореи, да, то есть в этой стране практически можно на каждом углу стоять камеры, и они, в принципе, могут фиксировать как за людьми, так и за машинами. Чтобы было безопасно, нужны добрые камеры, в которых будут видны улыбки наших граждан. Хорошее предложение камер, которые будут фиксировать улыбки, но на безопасность, я думаю, она не повлияет. Мне очень понравился и даже не понравился тезис девушки, которая сказала, что все равно хитрить будут. Понятное дело, что будут нарушители, но ведь здесь как раз-таки дальше работает момент наказания рублем. Ленин, ты обратил внимание, что большинство, да, сказало, что они нужны. То есть, все равно, в любом случае, наши граждане, тем более в нашем городе, культурном, они понимают, что это дисциплинирует, и водители будут намного аккуратнее ездить, что безопаснее как для пешеходов, так и для автолюбителей. Так нам же в этом городе как раз и жить, нам и ездить, нам и ходить по этим же дорогам. Поэтому, да, когда ты водитель, тебе не нравится, но когда ты пешеход, ты такой, хорошо, что здесь есть светофор или там камера, и я спокойно перейду. Тогда, наверное, самый главный вопрос. Вот мы обсудили много вещей, много систем, которые работают. А сколько времени вообще уходит на разработку и запуск новой системы в среднем? Ну, тут надо разделять на две части. Первая – это тестирование оборудования самого, да, он должен пройти сертификацию и получить сертификат на ту или иную функцию, которую он будет фиксировать. Это первая история. Вторая история – это уже когда оборудование готово, это разработка проекта. Потом по проекту мы монтируем оборудование и дальше пусконалаживаем и запускаем в работу. Ну, это примерно, вот весь цикл этот занимает примерно от года до полутора. Ну, и потом мы имеем уже работающую систему без каких-то клюков, ошибок, и она просто стабильно обеспечивает безопасность. И тогда последний вопрос, главный вопрос нашего эфира. Безопасность на дорогах складывается из камер систем или все-таки из ответственности людей? – А тут комплексный подход. Тут и камеры, ну, конечно, ответственность людей. И, кстати, не только камеры, да, у нас же кроме камер есть и знаки, у нас есть так называемый лежачий полицейский, и дорожное полотно. То есть это комплекс работ, которые должны проводить и как мы, чиновники, так и ответственность каждого гражданина, каждого жителя нашего города. – Спасибо вам большое за эту беседу. Стало очень понятно и очень интересно, как работает вся эта система фотофиксации. Желаю вам удачи в установке новых комплексов и в их тестировании. А я напомню, мы беседовали с Романом Борисенко, директором государственного казенного учреждения городской мониторинговой центра. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. Продолжение следует...